Здравствуйте, все студенты, обучающиеся с Голубой Ленин Федерина Соробина. Сегодня, 25 октября, мы открываем совместно с Международным отделом школу межнациональной коммуникации. В рамках этой школы пройдут цикл лекций по разным направлениям. Это такие направления, как первое сегодня соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами на территории Российской Федерации. Это процессы миграции и экстремизм, круглый стол, миграции и религиозные организации. Лекции по этнографии, по традиции, которые у нас зародились в Республике Коми и на Русском Севере. А миграция с музыкальной точки зрения. Все эти мероприятия будут проходить в Доме Дружбы и Народа в рамках фестиваля Дни Единства. Далее мы будем с вами разбирать образы миграторов в интернете и СМИ, культуру и коммуникации. И все у нас завершится 25 ноября большим концертом, который мы своими силами и с педагогическим институтом, МТУ «Мистическая 11», в корпусе номер 8, завершим цикл большим концерта. Сегодня разрешите представить в рамках школы межкультурной коммуникации, миграции, МВД Республики Коми. Участников это сотрудники Беларгалины Ивоблина, заместитель начальника управления, начальника дела по работе с гражданами Российской Федерации. Денисова Мария Ивановна, заместитель начальника отдела разрешительной визовой службы. Сильченков Сергей Михайлович, начальник отделения по вопросам трудовой миграции. Яркова Вероника Александровна, инспектор по особым поручениям отдела инфляционного контроля. Пожалуйста, мы даем вам слуха. Спасибо. 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 Спасибо за приглашение. Устретила тему миграции. Спасибо, что вы интересуетесь и поставите нас. Участствие в нашей встрече. В нашей встрече не первой уже. Участствие, наверное, уже более весной. Встреча доводили тоже. Поэтому изменение инфляционного контроля. Если вы наблюдаете, то оно меняется очень стремительно. Изменение расспоминства в текущем году как правил пребывания, получения разрешения на временное проживание. вида, задавать вопросы, тоже активно участвовать. Вопросов действительно много. Не оставайтесь в стороне. Все вопросы стараемся решить. Если не сможем ответить, то дополнительно будем решать, и сообщим дополнительно. Я думаю, что встречу нашу построим таким образом. Вначале мои коллеги доведут конкретно по своим направлениям основные изменения, ведь ее вступили в текущем году, и веки изменения грядут с 1 января 2023 года. Ну и дальше мы будем уже пюре, если у вас возникнут вопросы, то ответим о нашем опоре. Так, ну, первым я слову предоставлю заместителю начальника отдела по выдаче вида на жительство и формирование разрешения на время ограждения Денисова Иванова. Добрый день, уважаемые студенты. Мы начнем с начательного правила пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Все вы к нам так или иначе прибыли из-за рубежа, то есть есть у нас представители дальнего зарубежья, также я вижу есть представители ближнего зарубежья. Значит, все вы пересекали на месту Российской Федерации иностранных граждан это порядки въезда и выезда, то есть иностранные граждане на основании региона не отъезжают, это прописано в 142 году въезда были зарегистрированы, либо же пересекали границу и выезжали за пределы Российской Федерации, при возвращении в городской фарты должны проделать все то же самое, то есть за границей международный отдел предоставить новую миграционную карту въезда и высека, пересекали границу, либо же предоставить другую часть уведомления с предыдущего места прибывания, то есть вот это без сравнения. Небольшие обязанности, значит иностранные обучающие студенты у нас что должны сделать? Предоставить принимающих армию про то, что я вам сказала для постановки на миграционный учет, миграционную карту и паспорт, в случае утраты страничного паспорта, миграционной карты или патронную часть уведомления в постановке на миграционный учет в обязательном порядке предолжение сообщений международный отдел о том, что вы потеряли этот документ, и обратиться в отдел вопрос о миграции, как это случилось, как это случилось на 26. То есть у нас все иностранные границы должны быть документы, достеряющие личность, то есть это ваша подпорта. После утраты документов, достеряющие личность, отношения вас будут проходить за процедуру установления личности, и будет нам справка для конкурсового учреждения для установления документов. То есть без документов, достеряющие личность вы не можете находиться на территории Российской Федерации. Следующее. При завершении или прекращении обучения вы обязаны покинуть территорию Российской Федерации в течение трех дней с датой отчислений. То есть где-то обязательство прописано у нас в 115-м Федеральном законе, про которое я как и говорила. То есть вне исполнения данной обязанности включилась у собой административное доказание. И нововведение, которое у нас появилось буквально с декабря 2021 года, это пройти обязательную государственную датолоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское ответственность. То есть в случае отказа от прохождения данных процедур идет сокращение срока пребывания иностранного гражданина территории Российской Федерации. После сокращения срока пребывания подбежит депутация иностранного гражданина, если это способствует на них еще. Так, переходим. Значит, у нас в миграционном законодательстве существует несколько миграционных статусов. То есть вы когда пребываете, вы являетесь студентом и являетесь временно пребывающим иностранным гражданином. Также у нас есть такие статусы, как разрешение временное проживание, это статус временно проживающий иностранного гражданина и вид на жительство. Сейчас я вам в общих словах скажу, разрешение на временное проживание в общем порядке. И дальше немножко про нововведение, которое вступит у нас с 1 января 2023 года. У нас появится новая категория разрешения на временное проживание Российской Федерации для иностранного гражданина в первую очередь с целью обучения. Ну так вот, в общем порядке. Значит, разрешение на временное проживание в общем порядке выдается на три года, оно не продевается. Оно представляется в виде отметки. Оставляются важные предыдущие права. Разрешение на временное проживание дает право работать на территории Российской Федерации. Единственное, что в рамках субъектов, где вам разрешено проживание в Российской Федерации. То есть, если положено, вам разрешение на временное проживание выдано в Республике Кроме, на основании данного документа вы не можете осуществлять трудовой деятельности, например, в Москве, в Петербурге, в Республике Кроме. То есть, вы привязаны к Республике Кроме. Так, выдача разрешения на временное проживание осуществляется у нас, значит, в пределах квоты утверждаемой ежегодно в правительство Российской Федерации для каждого субъекта. То есть, у нас в этом году было 150 по, а в следующем году будет зависеть на уже 90, может, количество 150 по. В фото у нас рассматриваются документы, вы обращаетесь к подозрению по вопросу миграции, то есть в город СПК, пишите анкету, если у вас есть желание получить разрешение на временное проживание в рамках квоты. И комиссия управления по вопросу миграции собирается два раза в месяц, и комиссия принимает решение о выделении фото и вибраше отклонении заявлений о выдаче разрешения на временное проживание и о выдаче плода. В этом году, если мне память не изменяет, уже трех иностранных граждан, причем не сдали вас, удерживая, были выделены в год, они успешно подали документы и уже получили данный статус. После получения разрешения на временное проживание по истечении в 8 месяцев, в иностранных гражданах возникает право обратиться за получение введя на жительство. То есть вид на жительство этого уже иностранных гражданин переходит в статус постоянно проживающего иностранного гражданина. То есть это уже не дает документы. Вид на жительство выдается безусловно, то есть он подлежит замене по возрасту, то есть в 25, в 40, в 20, в 45. И, естественно, при смене внешности, например, негодности документа, или даже, например, смене фамилии девочки двуховых граждан. Вид на жительство, то есть это документ, который дает право и страну гражданину свободы передвигаться на пределах Российской Федерации, свободно приезжать за пределы Российской Федерации, и это касается иностранных граждан, которые имеют в виду визовом порядок. То есть в данном случае визов уже не очень на данной категории, они отличают в основном виду наших издалов. Предоставляется бесплатная медицина, то есть все гарантии, которые предоставлены гражданам России, также предоставляются иностранным гражданам, имеющим вид на жительство. Для иностранных граждан, которые планируют получить граждан Российской Федерации, данный документ обязательный. То есть это шаг к получению гражданства. Обязательно государственная геноскопическая регистрация. То есть, как я вам сказал, это норма у нас появилась в конце прошлого года, и в полной периоде начало работать в желаемом году. Значит, у нас разделено по срокам, по цели въезда. То есть мы все въезжали в Российскую Федерацию, все либо заполняли операционную партию, либо же визе есть цель въезда. То есть здесь надо ответить по срокам въезда. То есть иностранные граждане, которые ехали с целью вошления трудовой деятельности, это обязанность у них в одниках в течение 30 календарных дней. Иностранные граждане, по вашим случаям, въехавшие с ценовой целью, то есть вы ехали с целью, у вас такая обязанность возникает в течение 90 календарных дней с момента детства в Российскую Федерацию. То есть у нас обязанность, как я вам уже и говорила, то есть у нас есть обязанность в прохождении обязательной диплоскопической регистрации и фотографирования, это одна обязанность, и вторая обязанность в прохождении медицинского от свидетельства. После прохождения обязательной диплоскопической регистрации и фотографирования, вам выдается документ, подтверждающий прохождение данных процедур. В случае, если вы установлены с вами, проходите данные процедуры, в случае сокращения сроки прибывания, то есть да, у вас есть законное основание, здесь находиться, но в определенном порядке вам нужно сократить сроки прибывания, и вы внутренне будете и выходите из предела Российской Федерации. То есть это не сложная процедура, не болезненная, ничего, то есть все это проходит. Даже не красного метода, то есть в электронном виде проходите, приходите, вам проводят эти процедуры, проходите медицинское от свидетельства. То есть вы все получаете, получаете высшее образование и понимаете медицинское от свидетельства, это важно. Из этого никак граждане Российской Федерации также ежегодно проходят, то есть здесь вы будете проходить ежегодно и предоставлять документы о проходении медицинской медицинской от свидетельствования в конфедерении по вопросам и дракции. То есть сегодня вы получили документы прохождения, прохождение доказательной регистрации, как сказать, зеленые партики, даже когда проходили, я видела у вас, у меня это тоже есть. Медицину мы предоставили, и на следующий год вы должны пройти новые медицинские от свидетельствования и предоставить этот документ. Так, был вопрос у нас по медицинским организациям, по детям. К сожалению, этот вопрос не относится к нашей компетенции, но для общего развития я вам предоставляю список учреждений, которые проводят медицинское от свидетельствования на территории Республики Коми. Детские организации у нас тоже получают в городе СТФ и в городе Ухе. Там, где нет детской, проводятся данные городские больницы. То есть любое другое учреждение, данные медицинское от свидетельствования, неполномочные выдавать. То есть вот единственные 24 медицинские учреждения, которые уполномоченные. То есть в любом другом городе Милицинское от свидетельствование проводить не буду. То есть вот на это, как бы, обратите внимание. То есть СТФ и это у нас городская больница номер 3, Вэшли центральная, детская больница номер 3. Вопросы у вас тут просто представлены, по детям. Мы подходим к значимым изменениям в миграционном законодательстве вступающей силы в 2023 году. Значит, у нас 1 января появятся новые позиции. То есть будет разрешение на временное проживание в целях получения образования. И появится новая категория выдачи вида на жительство для иностранных граждан, которые получили разрешение на временное проживание в целях образования. Это отдельная категория, то есть это не в общем порядке вы получаете разрешение на временное проживание. Это отдельный порядок, отдельная статья. То есть разрешение на время проживание в целях образования это подтверждение права на временное проживание в Российской Федерации на здраво на студента, который проходит обучение по очной форме, то есть по очень, заочную, либо заочную, либоgue, то есть вы обучаетесь только по очной форме. И по программам, перечисленным в федеральном законе, по поводлениям, программам специалитетов, программам администратуры, ординатуры, ассистентуры, стажировки и по программе подготовки научных, научно-федератических кадров и в аспиратуре, адиотуры. То есть вот эти специализации, которые подходят по выдаче разрешения на временное проживание в целях получения образования. Разрешение на временное проживание в данном случае выдается на весь срок обучения. То есть вы заключаете учебный договор на 6 лет, разрешение на временное проживание у вас будет выдано на 6 лет. Но сразу почему-то говорится, что получение вида нашительства у вас появится только после завершения обучения. То есть в период обучения у вас не появится права получить вида нашительства. Если вы будете получать разрешение на временное проживание в общем порядке, то, что я вам говорила в начале, то есть либо же с учетом в годы, либо же военные массования, которые предусмотрены в федеральном законе, то у вас появится право получить вида нашительства через 8 месяцев. В данном случае разрешение на временное проживание за целью получения образования не дает у вас сразу получить вида нашительства. Вот буквально у вас 10 дней назад вышел результат, в котором уже разработали форму отметки, то есть в вашей форме отметки, видите, в нем есть отличие. То есть в первоначальном общем порядке написано «Радрешение на временное проживание просто», у вас там время будет написано «Радрешение на временное проживание за целью получения образования». Значит, заявление на выдачу разрешения на временное проживание в цель получения образования в правиле обратиться на странный студент, проходящий обучение по очной форме, завязательное приложение документа, подтверждающего зачисление на обучение по очной форме Государственного образовательного и Государственного научного организации по соответствующей образовательной программе высшего образования. Заявление подается в подразделение вопросов миграции в суде и активной территории, в которой иностранные граждане проходят обучение. То есть вы студент из Казского государственного университета, то есть вы можете получить с 1 января по 3 похода разрешение на временное проживание в целях получения образования подразделения по обморозной миграции, положено на прошлом лет 6. То есть вы можете обратиться туда. То есть вы можете обратиться за получением вида на жительство. Как я вам уже сказала, то есть вид на жительство после данного разрешения возникает иностранным право обратиться после окончания обучения. То есть вы закончили обучение, вам даром в том возле студента для того, чтобы обратиться за получением вида на жительство. В этот период 180 дней будет закона находящихся иностранным гражданином в РФ. Кроме того, иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание в целях получения образования, освобождается от подачи ежегодного договорения на подтверждение проживания в РФ. То есть по общему правилу иностранным гражданином получив разрешение на временное проживание, либо жительство, у него есть обязанность. Подавать ежегодное договорение, подтверждение проживания, приложение в документ, подтверждающий нам коды, на которые он проживает. То есть в данном случае получив... Продолжение следует... Продолжение следует...